Многие екатеринбуржцы опечалины итогами голосования за столицу Экспо-2020. Нас с большим отрывом обошел Дубай. Губернатор по итогам сказал, что участие в гонке уже стало победой. Горожане в целом согласны, ведь как минимум в Екатеринбурге узнала вся планета. То ли еще будет впереди чемпионат мира по программированию и футбольный чемпионат 2018 года. Екатерина Деменчук тоже вчера вечером волновалась и собирала разные мнения. Выбор с столицей Экспо заставил волноваться, кажется, весь Екатеринбург. Горожане следят за голосованием в режиме онлайн. Почти каждую минуту из Парижа появлялись новости. Соцсети, информационные сайты мониторили тысячи горожан. В одном из торговых центров даже организовали трансляцию. И в первом же круге голосования город понял – мы в лидерах. Уральская столица, как и прогнозировали, стала лидером гонки, оставив позади сначала бразильский Сан-Паулу, затем турецкий Измир. Уступил Екатеринбург лишь богатейшей стране мира – Дубаю. За время двухлетней подготовки многие горожане уже привыкли ассоциировать Экспо-2020 именно с Екатеринбургом. И не скрывают, что верили в победу. Ну, конечно, обидно за город. Хотелось бы, чтобы он заявил всему миру о себе. Но не получилось, так что ж. Очень печально. Мне кажется, у нас все шансы были для этого. И как бы и горожане все хотели, и немало для этого усилий предприняли. Мы очень расстроились. Так хотелось, чтобы было у нас Экспо-20, но не получилось. Но я так думаю, мы так думаем. Ну вот, может, доживем? Доживем, что когда-то получится. Горожан успокаивают. Получилось многое. Екатеринбург стал фаворитом гонки, и результат никто не расценивает как проигрыш. Про уральскую столицу благодаря подготовке к Экспо узнал весь мир. Никогда и ни при каких обстоятельствах город за собственный счет не мог бы себе обеспечить такой промоушен в мире, как он получил в результате участия в этой компании. Причем, все-таки в первую очередь, это были деньги бизнеса. Жителям виза тоже не стоит грустить. Благодаря борьбе за право принять престижную международную выставку удалось разработать план развития Екатеринбурга. И задуманные проекты не останутся на бумаге. Такие события, как чемпионат мира по футболу, заявка на проведение Экспо-2020, безусловно, стали катализатором подготовки необходимой проектной документации для дальнейшего развития Екатеринбурга. Безусловно, все это будет использовано для интересов горожан. Расслабляться горожанам не стоит. Впереди немалой работы, но носу чемпионат мира по футболу. И на этом участие в масштабных проектах не заканчивается. Не исключают возможности побороться еще раз в гонке за Экспо. Как шел процесс голосования, чем поразили города участники на презентациях и все, что осталось за кадром. Расскажем завтра в 19.00. Екатерина Деменчук, Новости 41 канала.